Следующий хадис Мужчины идут, выбирают салат и так далее Но чтобы женщины приходили и себя предлагали замуж Это было очень редко И сегодня иногда бывает так, что женщины уже, как говорится Может не отчаиваются, но никто к ним не приходит И к нам с вопросом приходит Могу ли я попросить кого-то, чтобы поговорила со своим братом, еще кем-то Чтобы между нами такая посредническая деятельность занялась И вторая часть этого хадиса, о которой именно я бы хотел сегодня рассказать Она касается родства, связанное с кормлением То есть есть понятие у нас молочные братья, молочные сестры И об этом мы тоже сегодня очень сильно, скажем так, не разбираемся Потому что у нас само понятие кормления кого-то грудью Чтобы ты ребенка кому-то отдал, такого нет Но в арабском мире и у нас в прошлом тоже такое было Сегодня у нас есть всякие смеси и так далее Этот хадис, Умму Саляма, Ради Аллаху Таалана Передает от Уммы Хабиба, Ради Аллаху Анна Что она сказала, Умму Хабиба Я Расул Аллах, халяка фи ухти Я Расул Аллах, у меня есть сестра Что ты думаешь, если как бы... Это вот такой оборот, у меня есть сестра Ну, значит, ну что ты думаешь, если как бы возьмешь ее в жену? Такое предложение, да? И тогда Пророк Саляма ответил Ты на ней женишься, да? Вот увидишь и потом на ней женишься Тогда Пророк Саллаху Алию Вассалям спросил Она твоя сестра? И Умму Хабиба сказал Да, она моя сестра На что Пророк Саллаху Алию Вассалям ответил Ты это любишь, то есть хочешь, чтобы она стала мышной? И Умму Хабиба сказал И она говорит Если бы кто-либо вместе со мной будет твоей женой Из всех женщин, я бы, конечно, пожелал, что это была бы моя сестра То есть из двух жил меньше Если это моя сестра будет, то мы с ней общий язык найдем На что Пророк Саллаху Алию Вассалям ответил Это для меня не является дозволенным И Пророк Саллаху Алию Вассалям сказал Я не могу жениться на твоей сестре Потому что, вы знаете, да, в шариате есть запрет Что двух женщин, если они являются сестрами Что? Нельзя брать жены одновременно То есть если одна умрет, на второй можно жениться Но одновременно на двух сестрах родных жениться нельзя Тогда она спросила у Мухабиба Ну я слышала, что есть среди народов, да Среди народов, среди сахабов такой разговор Что ты хочешь жениться на дурата или зурата На дочери Абу Саляма То есть еще на одной падчерице Тогда Пророк Саллаху Алию Вассалям что сказал? Это просто слухи И тогда Пророк Саллаху Алию Вассалям Чтобы эти все слухи развеять Он сказал Эта девушка, даже если бы она не была Моей худжрой, то есть под моим покровительством Я бы не был ее опекуном Я бы все равно не смог на ней жениться Почему? Потому что она, Ибна Туахи, дочка моего брата С которым мы являемся молочными братьями То есть вот эта дочь Абу Саляма Она является дочерью молочного брата Пророка Саллаху Алию Вассалям Поэтому еще один хадис Пророка Саллаху Алию Вассалям В котором говорится, что То, что делает харамным по крови Так же молоко делает харам То есть если я не могу жениться на кровной сестре своей То точно так же я не могу Жениться на своей молочной сестре Если я не могу жениться на кровной матери Точно так же я не могу Жениться на молочной матери И так далее. Только два-три исключения есть из этого общего правила. То, что обеспечивать своих кровных братьев, кровных родителей мы обязаны. А обеспечивать своих молочных братьев, молочных родителей мы не обязаны. И второй момент, то, что кровные братья, они наследуют от нас. Или родители наши, да? Даже если никакой между нами связи нет, то они вообще там уехали когда-то, куда-то, мы с ними не общаемся. Но потом, после нашей смерти, они могут приехать и претендовать на наследство. Но молочные братья, молочные родители, они на наследство претендовать не могут. И вот эти две-три небольшие разницы, которые отличают кровное родство от молочного родства. И оказывается, вот этот отец этой женщины, дочери Умасаляма, он является молочным братом пророка, саллаху алейху ассаляму. У пророка, саллаху алейху ассаляму, и у этого человека была молочная мать, саллаху алейху ассаляму. Две молочные матери были. Первая, это Халима, ради Аллаха, которая его взяла себе, да, где первый раз там ангелов он увидел и так далее. И вторая, это Суэйба. Суэйба, она была рабыней Абу-Ляхаба. И он ее, как бы, посвятил тому, чтобы она вскармливала его племянника, получается. И поэтому, после смерти пророка, саллаху алейху ассаляму, от Анаса, да, такое, есть история, я не знаю, насколько она надежная, но сны, они, в принципе, доказательством шариати не являются. Но он говорил, что он увидел во сне Абу-Ляхаба, и тот говорил, что он видел Абу-Ляхаба и говорил, что каждый понедельник его наказание, оно легче становится. Потому что этот день, который пророк, саллаху алейху ассаляму, родился, из-за того, что я подарил свою служанку ему, чтобы она его вскармливала в это дело, у меня наказание становится меньше. Ну, достоверность этого риваята, конечно, она, как бы, в те требования, которые предъявляются хадисом, никак не вмещается, но просто в повествовании это, аль-хамдулля, можно рассказывать с той пометкой, что это не хадис. И потом пророк, саллаху алейху ассаляму, сказал своим женам, не смейте ко мне сватать своих дочерей и своих сестер. То есть, можете кого-то другого предложить, но те, кто не могут в брак вступить со мной, из-за того, что они с вами являются в родстве, как по родительской, так и по, как бы, нисходящей линии, вы мне не предлагайте. И поэтому, вот этот хадис сегодня, как бы, он для нас чем важен? То, что сегодня у нас есть такое понятие, много в мечеть приходят, усыновление, да, или у нас есть такое понятие опекунство. Просто кто-то идет, оформляет в детском доме ребенка, не переводя его, как бы, на свое имя, он является, как бы, под тем же именем, фамилия такая же, и государство ему деньги выделяет, и он этого ребенка содержит. А второй момент, когда они усыновляют этого ребенка, дают ему свою фамилию, свое там отчество и так далее. Вот этот второй момент, он, с точки зрения шариата, не допускается. Не допускается. Потому что мы не можем, как бы, сделать таким образом, чтобы у этого человека смешалась кровь, да? Почему? Потому что вдруг получится так, что завтра мать, которая родила этого ребенка, каким-то образом еще кого-то родит, и они начнут там, найдут друг друга, ну, грубо говоря, да, полюбят и решат пожениться. А у них, раз мать одна, то брак между ними невозможен, с точки зрения шариата. А чтобы знать, кто его родители, эти данные должны быть. И поэтому в этих моментах надо быть очень аккуратным, потому что вот этот вопрос кровосмешения, он очень в Коране, в Сунии Пророка, саллаху али-васалям, оговорил, на ком можно жениться, как можно жениться, а вот эти браки, которые, скажем так, с теми женщинами, которые, или мужчинами, не знают, от кого они на самом деле, с ними надо очень осторожнее. Потому что были такие в практике, да, случаи, когда получалось так, что те, кто женятся, ну, вот это близкая степень родства. И поэтому Пророк, саллаху али-васалям, он даже такое большое внимание отдавал молочному родству. И что делал он? Он запрещал предлагать им жены, своих дочерей и своих сестер. Второй момент из этого хадиса. Есть еще один хадис, в котором говорится, вот когда становится ребенок молочным для его матери. И с первого родства, то есть она один раз грудью покормила, или она должна месяц покормить, или год должна покормить, или просто достаточно, чтобы он просто прикоснулся к груди, да? И до какого возраста? Есть такая казахская сказка, да, которая там одному баю понравилась, одного там батыра жена, он этого батыра там отправил к жонварам, сам пришел к его жене, и все хотел там, как говорится, переоформить на себя. Они бедно жили, она что сделает? Она берет, как говорится, свое молоко, размешивает, говорит, вот идейчный арсижок, все, что я могу вам предложить, где-то этот бай выпил, там его рабом, все его свитое молоко выпили. И она говорит, все, детки мои, как говорится, поздравляю вас. Но с точки зрения шариата, во-первых, молочное родство, оно наступает только до того возраста, когда кормят грудью. Ну, два года, да, это у нас. И оно наступает только тогда, когда ребенок попил молоко, и оно дошло до желудка. То есть, если он просто один раз там прикоснулся к груди, там имля джатун, вуаля имля джатани, да, в хадисе приходят, то есть, если он просто со слюной перемешался, но ничего вовнутрь не попало, он ее, это молоко полностью не всосал, тогда это молочное родство тоже не наступает. То есть, он должен не просто прикоснуться к груди своей молочной матери, а полностью попить его. И у нас вот этот разговор, что двоюродные, троюродные братья, друг друга, жены не берут, да, не женятся, замуж не выходят. А вот моя личная теория заключается в том, что мы вот, когда в одном ауле жили, там, якатан, шатан, баалара, у них вот это смешание, то есть, молочное, обязательно кто-то кого-то там, дочь емзит, или у кого-то мать умрет, этот берет, его жена кормит его. И вот это все, когда наступает, они все друг другом, как становятся? Молочными братьями. И поэтому вот эта система, когда нам сегодня говорят, почему они не покрывались, она умна, потому что они все были там в такой степени в родства, в которой покрываться, в принципе, не надо было. Понимаете, да? И сегодня, если хотите, чтобы ваши там двоюродные, троюродные, кто-то мог потом свободно с вами общаться, да, их дочери ходили, не покрываясь перед вами, то когда они в молодости, можете их принести к своей жене, пусть она их покормит, и как бы все проблемы решатся. Понятно, да? И вот эта сунна, которая является кормлением, если вы ее оживите, тоже покормите, аль-хамдул-ля, в этом тоже, кроме бараката, ничего нет. А сегодня нас до такой степени испугали, что чуть-чуть то, наши женщины, да, они боятся там фигуру потерять, оно потерять, но потерять. Но вот в этом материнском молоке столько информации, не только как питания, да, но столько и духовного, что пророк, саллаху алию ассалям, он вот такое большое значение этому отдавал. Если мы хотим оживить эту сунну тоже, то аль-хамдул-ля, бисмилля, в этом ничего зазорного нет. А у нас такое ощущение, если ребенка будет кормить не его родная мать, как будто мы его как фашистам отдаем, да, на расстрел. А когда мы его кормим какие-то смесями, да, которые мы сами, как бы, не совсем понимаем, из чего они сделаны, то все нормально, да, никаких проблем нет. Поэтому, если какие-то проблемы, если кормилицу найдем, то пусть придет кормит. Это, я думаю, да, через призму этих хадисов, это намного полезнее для ребенка, чем что-то другое. Но после этого, какие шариат, да, последствия могут быть, вот запрет замужества, там, женитьбы и так далее, мы должны знать. Ладно, спасибо за внимание. Саламу алейкум у рахматуллахи в баракату.